Добавил субтитры DimaTorzok 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 Первое. Мы ставили KPI для них. Использовали те KPI, которые существуют в данный момент для компании МРСК. KPI это то, которое необходимо ставить в субъективную форму задачи, чтобы они выполняли. На этой основе мы формулируем наше вознаграждение. Вознаграждение, которое получает ФСК за его работу как управленца МРСК. В этом связи мы должны обязательно четко ставить этот процесс как первый шаг для того, что нужно дальше сделать, пока нет еще окончательных решений по отношению интеграции. Если позволите, мой личное убеждение, что процесс интеграции должен быть, она приведет к положительным эффектам. Особо, если мы смотрим в сторону потребительских эффектов для них, для тех, которые нуждают электроэнергии. Мы говорим о тех, которые через системы интеграционной деятельности и координации между духом инвестпрограммы, инвестпрограммой ФСК и инвестпрограммой МРСК, создают уникальные интегрированные координационные системы. Только через эту координационную интегрированную инвестпрограмму создается правильно создание уникального инвесттарифа, через который мы получаем наш инвестпрограмм. Я считаю, это включает тоже тот преимущество, которое мы получаем, когда мы ведем переговоры для приобретения нашей оборудования, которая нуждает ФСК и МРСК. Это огромный эффект, когда мы получаем и думаем, возможно, грандиозные, стабильные, прозрачные, эффективные, безопасные компании интегрированные. То есть, если подводить итог, сейчас интеграция находится только в стадии подготовки. Да, совершенно правильно. Мы находимся на первый этап. Самое главное, я хотел бы еще добавить, главное для инвесторов, для миноритарных акционеров, для рынка, для аналиста, самое главное, чтобы это, скажем, момент, где мы управляем МРСК, он не было слишком долго. Надо, чтобы в какой-то степени решений по поводу одной стороны, второй, будет принято в самое быстрое время. А что получат инвесторы от этой сделки? Понимаете, инвесторы, они хотят узнать, они не беспокоены, что в компании такие масштабы, они интегрированы. Они беспокоены, когда нет ясности. Они хотят узнать от нас, хорошо, вы сейчас управляете. Вы управляете еще не трех месяцев. А как дальше видите? Какие преимущества, какие риски, какой финансовый поток, как оптимизировать инвестор программа? Вот эти задачи мы должны ставить. В конечном итоге не должны никогда мы забывать, что здесь имеет огромную тоже социальную ответственность в нашей компании. Передать электронетов в форму безопасности и эффективно по всей стране, это задача, которая входит только в такие стратегические масштабы. Особо хочу подчеркнуть, Россия не забывает, я не позабываю никогда, самая крупная страна в мире, 17 миллионов квадратных километров, самая крупная. Вот такой масштаб. И мы должны отвечать на то требования потребителей, промышленные, развитие демографические. Вот эти важные задачи для нас. Вы являетесь председателем совета директоров ФСК уже на протяжении года. Что удалось добиться за этот год? Знаете, я считаю, стараюсь быть скромной, если позволите, но я думаю, что мы создали уникальные инструменты, коллегиальные инструменты совета директоров, качество действующей, живой общества. Где мы обсуждаем в рамках наших советов директоров, я хотел бы, как пример, у нас больше 30 советов директоров подошли. Очень много, практически каждые два месяца один очень советов директоров. Почему очень советов директоров нужно? Почему мы должны узнать мнение компании, которой мы даем задачи от советов директоров и защищать интересы наших акционеров? Также мы хотим узнать мнение независимых советов директоров. Очень важно, позволите сказать, роль комитета. У нас 4 комитета, которые работают в рамках советов директоров. Они делают огромную работу. Вот эту часть работы мы уже делали, я думаю, достаточно успешно. Мы должны сейчас думать в перспективе. Огромное внимание мы должны уделить на инвестпрограммы. Он должен быть не слишком высокий, не слишком низкий. Он должен быть сбалансированный. Мы должны смотреться, оптимизировать задержки компании. Мы должны смотреть на улучшение системы мониторинга компании и оборудования. В этом направлении мы идем и двигаемся. Я думаю, что здесь покажем, что с компанией работаем очень плотно. Я очень уверен, что успешно. Помимо реализации инвестпрограммы, какие еще задачи вы ставите на ближайшее время? Я ставил бы на первое место, наверное, привлекательная компания. Почему? Я люблю, когда оценивают компании не мы сами себя, а когда аналисты рынка, акционеры смотрят на нас, как меняется со временем. Мы должны улучшить систему прозрачности. Это означает работать очень внимательно и с большой уровней привлекательности на инвестпрограммы. Бизнес-план. Мы хотим понять, когда есть потребность развивать наши сети и наши подстанции на одном направлении. Мы хотим уверенно, что иметь сравнение, как другие компании в мире работают. Этот опыт тоже полезен. Иметь сравнение с другими – это необходимо. Узнать, можно сделать это. В этом я лично убежден, что надо работать в направлении производственного. Я хочу сказать, что огромное количество оборудований мы покупаем пока за рубежом. Очень достигнуты хорошие договоренности с иностранными производителями оборудований, которые создали совместное предприятие с российской компанией. Здесь мы должны стать стимулом для них. Производство должно, конечно, состоять в России. Почему это правильно? Чтобы российские компании, в России капитализировать локализацию производства, увеличение капитальных ресурсов, человеческих ресурсов. Я хочу сказать, что компания ФСК держится также на основе своих сотрудников. Это инженеры, это из всей региона, работают постоянно. Когда у нас начинается здесь в Москве днем, утром, вечером уже находится на Дальний Восток. Двина часов разница. Огромная территория. Мы должны, эта масштабная компания, управлять в рамках этого. И мы стараемся с компанией справиться. Желаю вам успехов в работе. Спасибо большое за интервью. Спасибо большое. Спасибо.